Слушаю вот вас и я вот поражаюсь, потому что вроде как закрыли телеканалы, которые были рейтинговые люди, их смотрели, граждане Украины их смотрели. И ваша позиция заключается в том, в том числе как и позиция президента, что оказывается, что эти все граждане Украины, которые смотрели эти телеканалы, они глупые. И за них нужно решить, что им смотреть. Вот этот телеканал или, например, прямой, или еще какие-то там каналы, которые вам нравятся. А с чего вы вообще решили, что те каналы, которые вам нравятся и нравится их позиция, будет нравиться зрителям? И почему вы решили все-таки за зрителей какие каналы смотреть? И вообще, как это получается, такая некая приватизация патриотизма у нас произошла? Я патриот Украины, я киевлянин, я люблю свою страну. И почему-то, если вот анализировать позицию так называемой патриотической общественности, мне тут может ярлыков навешать, что ты там не те слова говоришь, ты не так Украину любишь. Что это вообще такое? То есть вы представляете, в какой архаизм вы конкретно загнали страну? С учетом того, что у нас просто уже норма, когда прибегают люди под телеканалы, начинают требовать того, чтобы срочно их закрыть. А почему тогда не прибежали под телеканал 1 плюс 1? Там же 20% жена Медведчука прям владеет. Где же, собственно, вот эти вся наша патриотическая общественность, которая так озаботилась тем, что видите ли Медведчук или там его аффилированные лица посмели владеть телеканалами? Это вообще как? Мне вот просто интересно послушать позицию в отношении вот этих вопросов. Максим, а кто ты ответил? Так, давайте, я тоже дам комментарий стосовно этого. Ну, смотрите, у меня встречное вопрос. А чего вы решили, что... Нет, вы ответите, а потом зададите любые вопросы. Вы имеете право обманювать украинцев и зомбовать их за помощью этих телеканалов. Есть уголовный кодекс, если где-то обман, суд, и это быстрое решение. Это вообще ничего отдельного с журналистикой, с работой, со СМИ. Это имеет вообще другую значение. А вы знаете, что есть уголовный кодекс? Это агенты Российской Федерации. Подождите, вы знаете, что такое есть уголовный кодекс? Есть уголовный кодекс, есть статьи конкретно... Тут говорится исключительно про то, что это люди, которые, да, компании, которые работают на Российской Федерации и отработают их деньги. Доказательство, которое секретное. Не в том, что вы решили за людей. Питание в том, что людей обманывают, сведомо обманывают и делают это за деньги России. За помощью Медведчука и его людей. А вы знаете, что есть уголовный кодекс? Если обманывают, то можно элементарно просто прийти в суд и доказать, что это вот обман, что людей вводят заблуждение. Например, у меня был такой случай, когда Тарас Черновол вышел в эфир Ньюзван и рассказывал, что я говорил якобы, Путин в виде войска. Я подал на него в суд, он суд проиграл, суд как бы проанализировал видеозапись, понял, что он не смог доказать свою вину. Почему вы не хотите идти в суд? Почему вы просто хотите, чтобы просто взяли и запретили каналы, которые вам не нравятся? Это частью, одной из основных частей, вообще комплексного вопроса войны. Поэтому и решает это вопрос Рада безопасности. Она приняла такое решение, закрыть их, потому что в ней были все доказы. Почему вы не ходили в суд? Для того, чтобы закрыть эти указания. Давайте не разговаривать. Это вопрос интересный. А почему не прошли в суд и не в рамках судебного процесса это не доказали? Тут была реакция на мои слова, поэтому...